Сельхозкооперативы Тюменской области могут послужить примером для остальных регионов. Это отметил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Отмечу, в регионе сегодня 130 объединений, 24 из них кредитные. Подробно о их работе нашему корреспонденту Инне Михайловской рассказал директор областного департамента АПК Владимир Чайметов. Чем же кардинально кооперация Тюменской области отличается от кооперации других субъектов? Ответить сложно, потому что для этого нужно знать, какова кооперация в других субъектах Российской Федерации. Но относительно Тюменской кооперации могу сказать, что над созданием системы сельскохозяйственной потребительской кооперации мы работаем не первый год, больше 10 лет. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком складывается вот это здание под названием кооперация. По итогам прошлого года, 2015, живых денег за сданную продукцию и оказанные услуги исчисляются суммой более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Большой объем заготовленного молока, 56 тысяч тонн, только кооперативы заготовили молока у хозяйств населения. Конечно же, заготовка мяса, картофеля, овощей. В разных муниципалитетах кооперативы работают по-разному. Что здесь происходит? Это либо человеческий фактор, либо нехватка средств. Нехватка средств, наверное, не оправдание. Все зависит от активной позиции главы района, от тех людей, которые курируют и отвечают за вопросы развития кооперации, ну и, безусловно, тех людей, которые возглавляют кооперацию. В одном районе заготавливают молоко по 15-16 рублей, в другом, может быть, даже рядом в муниципалитете 20, а то и 21 рубль получает сдатчик за то же самое молоко. И на самом деле, в данном случае, просто активная позиция со стороны одного руководителя, который защищает интересы сдатчиков. Те наработанные, хорошие практики со стороны тех или иных кооперативов. Значит, будем стажировать наших руководителей кооперации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова